Большой гость О чем вы думаете, когда смотрите соревнования по керлингу? О том, что нужно обязательно прибраться в квартире А вот 55 лет, отличная надпись Михаилу Грушевскому 55, мяч с автографами всех игроков ЦСКА Вот вручите мне сейчас конверт с миллионом рублей, вот просто для сравнения У меня же есть Спасибо, не надо, мяч мне гораздо дороже Леонид Ермольник, человек-легенда, продюсер, актер, музыкант Даже не знаю, что еще Баскетболист Это добавим в резюме У меня младший внук, ему 2 года И у него дома кольцо, и он забрасывает лучше меня Я, честно говоря, не сплю тогда, когда играет ЦСКА, когда играет наша сборная И когда они выиграли Евролигу Вот я минут 40 дозванивался в Атутину Я всех хотел поздравить, я тогда ночь спать не мог Я очень болел и очень переживал за командой Спасибо вам большое Давайте сыграем, у нас есть Дмитрий Дибров Дорогие друзья, посмотрите, как выгодно изменился Дибров Итак, в эфире баскетбольная программа «Кто хочет стать миллионером» И сегодня у нас в студии Леонид Исакович Ермольник Будет пытаться выиграть 3 миллиона баскетбольных мячей И варианты ответа А. Кириленко Б. Панов С. Холден И. Д. Брайн Кириленко точно играл, потому что я его помню 16 лет Как раз о том времени, о котором мы говорили Тогда Брайн И это правильный ответ Один, да Давайте второй вопрос Этот Дибров подсказывает лучше, чем тот Итак, в школьной программе математики Это в таблице умножения приводится как классический пример Дважды Четыре Совершенно правильный ответ Браво, браво А у нас Только что Леонид Ермольник выиграл 800 тысяч баскетбольных мячей Ты знаешь, подожди с вопросом Я хочу два слова сказать про то, что из всех спортивных по-настоящему игр Я очень люблю баскетбол, потому что это самая изобретательная и самая фантастически бодрая игра И это что-то между балетом, драматическим искусством, большим спортом и невероятная динамика Я обожаю баскетбол За нашу победу! Ура! Певица Страница Страница, правильно Страница А мне не Страница Что за псевдоним такое давать? Вообще, честно говоря, я его спонтанно придумала У меня определение моего имени Ксения Это Страница И я просто интерпретировала это как Страница А я скажу, быстрый мини-конкурс Давайте Нужно для тебя две фотографии игроков ЦСКА Один из них выступает в команду сейчас Интересно А другой выступал раньше Вот кто из них играет за ЦСКА сейчас? Справа или слева? Давайте вот на интуицию, слева человек Конечно, конечно, по интуиции Слева Серхио Родригес Он играл в прошлом году, но молодец Все равно кто-то же играл из них Никита Курбанов играет прямо сейчас за ЦСКА А вот из этих двоих кто играет? Вот с перчаткой такой вот старый волк? Знаете, слишком сложно Давайте слева человек будем Браво! Да, просто я первый раз катала слева И мы второй раз долгнула Андрей Бранцович Честно говоря, я первый раз на матче И мне это очень нравится Но я думаю, что я заведу такую привычку ходить на матче Иногда пить, иногда просто ходить смотреть Этого человека вы знаете как Куд Макс Привет! Привет! Великий и ужасный блогер Как только я школу закончил, интересоваться баскетболом я перестал И это первый раз, когда я на баскетболе вот на таком большом матче Мне стыдно и одновременно мне интересно и клево У меня как бы моя фирменная история – это трешки Ага! Я всегда, когда играл… А я смотрю, да, ты трешки бросаешь Нет, это штрафные Я знаю, проверка была Да, молодец И отчаянный фифер Так называют людей, которые рубятся в приставке фифа разных лет Мы в ССК играем в такой баскетбол Батом, мы можем забить? Давай, может быть, уже, даже не знаю, до одного Игра потрясающая О-о-о-о-о 1-0 Здорово Друзья мои, как приятно уделывать блогера-профессионала фифера В эту старую советскую игру Какой же это шедевр Он-то не знает, что мы здесь тренируемся Постань 2-0 Это достойно Но неопытность, неопытность Дорогие друзья, увидимся на следующем матче И следите за анонсами в наших соцсетях Счастливо!